Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня очередная серия похода в ресторан. Но сначала я хочу вам показать праздник, который проходит в регионе Валенсия уже который год. Это праздник прошествия Морос и Христианос называется, то есть Мавров и Христиан. Вы знаете, Испания долгое время была под владычеством Мавров, когда их, в конце концов, пару прогнали, решили праздновать это мероприятие. А так как на территории региона Аликанты, это часть региона Валенсия, до сих пор живет большое количество арабов и там целая куча городов, которые имеют арабское происхождение, все дороги со знаками дублируются на арабском, то и мероприятие проходит такое арабское, христианское. И это очень красочное мероприятие. Ну, сейчас все увидите. А вот потом пройдем в ресторан. Я стою на улице Лоретта, которая начинается от площади Конституции. Эта улица известна в Дене тем, что является, пожалуй, одной из самых гастрономических. Она вся заполнена ресторанчиками и барами. И, в отличие от прочих других улиц, здесь бар и рестораны в основной массе очень даже хорошие. И в один из ресторанов на этой улице мы сейчас с вами пойдем. Ресторан называется Лесколетта. В переводе с Валенсиана, ну или с каталанского языка, они очень близки. Это Комнатушка. Там очень вкусно. Я очень люблю это место. Пойдем. Мы добрались до ресторана. Ресторан Лесколетта. Сейчас я вам покажу меню, и вы увидите, чем здесь кормят. Ресторан Лесколетта. Итак, первая перемена. Мы заказали меню на пробу, так сказать. Три закуски идут в счет, а горячее блюдо каждому отдельно. И первое блюдо – это суши из тунца. Даже интересно, что получится такое по вкусу. Так, мое мнение. Мое мнение. Ммм. Прикольно. Этот тунец снаружи немножко поджарили прямо в васаби. Вот, смотрите, риса здесь нет. Он немножечко в темпуре. Внутри сырой, при этом теплый. И капелька майонеза с васаби. Короче, это прикольно. Прикольная закуска. Необычно против суши, что она теплая. Здесь немножечко зеленых водорослей. Мне нравится. Ты уже говоришь, что мне нравится этот ресторан? Он классный. Испанская фио-мао. Холодная, легкая, некрепкая. Очень летняя. Просто классный. Этот ресторан специализируется на рыбе. Итак, по поводу суши. Во-первых, не суши. Не понравилось. Почему? Не знаю, просто не понравилось. Вторая перемена блюд. Закусок, я бы сказал. На теплом арбузе кусок сепии. Ну, из каракатицы. Сейчас я скажу вам по вкусу, что это такое. Так, теплый арбуз. Странная штука для плаврус. А сепий? Ну-ка. Какая-то... Что-то непонятное. Кусочки сепии какой-то с подпеченной паприкой вкусом. Что-то рыбное, не пойму что. И с маленькими кусочками, видимо, гренок сухих, маленьких совсем. И колечко кальмара. Ну, необычно, неузнаваемо. Скорее вкусно, чем нет. В общем, блюдо для удивить. Ну, именно для удивиться. Интересно, да, в качестве закуски. Такой интересный опыт, я бы сказал. Не отрывается. Интересно. Нет, это за арбуз. Арбуз был какой-то сухой. Итак, третья перемена, третья закуска. Это фуа-гра, то есть гусиная печень с персиком и еще с какой-то непонятной стружкой. Очень интересный. Так, что касается вкуса. Сейчас я вам скажу. Это еще и на слоеном тесте подается. По вкусу эта печень такая присыпанная, крупной солью, солноватая. Достаточно интересно звучит эта самая вот лепешечка слоеного теста, но ничего особенного. Игра в вкус и текстуре. То есть, интересно, да, но я с нетерпением ожидаю горячего блюда. Я надеюсь, он мне очень понравится. Печенка... Печенка мне просто не нравится. Это еще с детского сада такое. Итак, горячее блюдо. У меня камбала. Камбала с зеленым соусом. Сейчас я вам скажу свое мнение по поводу камбалы. И она еще с гарниром из грибов поджарена. Близко лето этот ресторан. По рыбе. Прекрасно. Так, а по грибам? Тоже классно. Очень нежно. Грибно. Мягко. Они поджарены слегка. И соус. Это зеленый соус. Соус пиль-пиль. Я в одном из роликов вам рассказывал про пиль-пиль. Можем даже сниму как-нибудь. Отдели, как он готовится. Слушайте, класс. Просто класс. Так. Вообще никаких грибонезин. Так, ну а что касается мяса, вам скажет мой коллега. Красное, сочное. Ну и мясо. Соленое вполне. Что могу сказать. Тут есть такая нелегкая корочка, но посередине мясо есть еще красное. Так что типа плюс. На следующий раз заказал бы. Вот так скажу. Так, и десерт. Шоколадная любовь. Здесь какой-то шоколадный мусс. Пена такая. И крупенький шоколад. Шоколадный шоколад. И какой-то кусочек теста вспенимый, не знаю. Тоже сейчас попробую. Для любителей шоколада это очень вкусно. Я не любитель шоколада, поэтому нужно сладкая шоколадная штука. Как-то так. Короче, по моему мнению, этот ресторан предназначен для того, чтобы здесь есть рыбные блюда. На мой вкус рыбные блюда здесь вот такие. По крайней мере, горячие. Закуски просто интересные. Не такой прям, потому что отвал башни. Но просто интересные, хорошие. А горячие блюда прям превыше всяких похвал. По поводу закусок вы видели, что мнения с моим коллегой у нас разделились. Он ел мясо, по мясу услышал, что он сказал. А сейчас он нам скажет по поводу шоколада, шоколадного десерта. Не знаю, я не любитель черного шоколада, потому что он горький. А я ребенок, а мы не любим горькие. Но заказать второй раз нет. Посоветка кому-нибудь. Но если они любят горький шоколад, то да. То есть ты рестораном разочарован? Этим меню разочарован. Для меня это 10 из 10. Толица. Семья-то. Это 10 из 10 из 10. Удачи! Толица. Толица. Я надеюсь, вам понравилась эта маленькая экскурсия в этот ресторан. Надеюсь, понравился вам праздник, который я вам показал. По моему глубокому убеждению, этот ресторан стоит, чтобы его посетить ради рыбы. По мясу, ну, не знаю, возможно, рыба превыше всяческих похвал. Спасибо за компанию. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова